Продолжение следует... 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 В настоящее время мы можем встретить довольно большое количество работ как отечественных, так и зарубежных, которые посвящены стабильности внимания, в том числе зрительного внимания, и которые в свою очередь базируются на привычной для нас стандартной электроэнцефологии. В диапазоне свыше 0,5 или свыше 1 Гц. Однако достаточно мало работ, посвященных данному направлению, в аспекте сверхмедленной активности. Я бы даже сказал, их практически нет. Есть сходные работы, но я их чуть попозже упомяну. В чем заключалась идея работы? Идея заключалась в следующем. Мы поставили перед собой цель выявить, существуют ли какие-то корреляты изменения зрительного восприятия. И эти корреляты мы прослеживали в следующих центральных и периферических показателях во время исследования. В качестве центральных показателей мы использовали зарегистрированную с поверхности головы активность диапазона менее 0,5 Гц, что и называется сверхменные колебания потенциала. Также в качестве центральных показателей мы использовали медленные флюктуации свойств ритмов ЭЭГ. Немножко скажу пару слов об этом показателе. Считается, что изменение свойств ритмов ЭЭГ, в частности более быстрых колебаний, несет определенную функциональную роль, что отражено в ряде работ. Функциональная роль заключается в том, чтобы нивелировать стационарные состояния в нейронных ансамблях и тем самым повышать их реактивность и эффективность ответа на какие-либо, в частности, афферентные воздействия. Поэтому мы решили этот показатель также использовать. К тому же медленные флюктуации свойств ритмов ЭЭГ как раз таки хорошо подпадают под частотные диапазоны, которые представляют для нас интерес. Если говорить о периферических показателях, то мы оценивали флюктуации диаметра зрачков во время предъявляемых изображений, а также испытуемый, сознательно нажимав специальную клавишу в тот момент времени, когда восприятие зрительной информации изменялось. То есть, когда изменялась его перцепция. Исследование было проведено на 30 людях, мужчин и женщин в равных частях. Соответственно, использовались электрофизиологические методы, пупилометрия, то есть регистрация изменения диаметра зрачков, психофизиологические методы предъявления двойственных изображений. Относительно двойственных изображений я бы хотел пару слов сказать. На самом деле в психофизиологии данные варианты изображений используются достаточно часто. По причине того, что они позволяют оценивать изменения восприятия, субъективные восприятия. Но при этом эти изображения статичны. И на экране монитора, где они предъявляются, не происходит визуального изменения их. Изменения происходят восприятия. Что в свою очередь существенно повышает качество получаемой информации в ходе исследования, потому что мы здесь нивелируем зрительные изменения, визуальные изменения на экране. Здесь представлена одна из элементарных фигур двойственных. Это куб Неккера. Ну и я думаю, что легко понять, что они подразумевают. То есть куб мы можем трактовать двояко. И соответственно, целью нашего исследования, одной из целей, являлось посмотреть, будут ли изменения как центральных, так и периферических коррелятов устойчивости зрительного внимания в сравнении. При предъявлении неизменяемой, то есть фигуры с единым восприятием, по сравнению с фигурами двойственными. В качестве двойственных фигур мы использовали не только куб Неккера, но и лестницу Шрендера, которая может рассматриваться двояко как лестница, либо как карниз. Опять-таки, ее изображение на экране остается стабильным. Ну и, наверное, более понятно будет ход исследования, если мы обратимся к этому слайду. Здесь показан фрагмент регистрации и, соответственно, различные виды электрической и прочей активности, которые мы регистрировали в секретных диапазонах. Вверху показан участок регистрации, где в начале, в первой части, в виртуальной части исследования, испытуемый сидит спокойно, не нажимая кнопку, потому что в течение первой части исследования показывались изображения с однозначной трактовкой, и, соответственно, субъективное восприятие не изменялось. Но со второй части исследования предъявлялись на экране монитора уже двойственные фигуры. И как только восприятие субъективного испытуемого изменялось, он нажимал на клавишу, что отражалось на синхронной записи показателей. Кроме того, на протяжении всей регистрации мы регистрировали изменение диаметра зрачков как для правого, так и для левого глаза, то есть методика пупилометрии, регистрировали медленные свойства флюктуации, свойств ритмов ЭЭГ, а также регистрировали сверхмедленные колебания потенциалов суммарно в трех диапазонах, секундном, многосекундном и минутном. Так, секундочку. Что было установлено? Установлено, что на самом деле суммарные спектрограммы, полученные в результате усреднения данных при предъявлении инвариантных изображений в многосекундном диапазоне статистически значимо отличались от тех спектрограмм, которые были получены при предъявлении двойственных фигур. Таким образом, мы делаем вывод, что двойственные фигуры действительно приводят к изменению спектральных характеристик сверхмедленных колебаний потенциалов в многосекундном и минутном диапазоне. В то время как в секундном диапазоне эти изменения также прослеживались. Касательно медленных флюктуаций свойств ритмов ЭЭГ. В отличие от сверхмедленных колебаний потенциалов всех рассмотренных диапазонов, в данном случае наблюдалась противоположная картина. Ни в секундном, ни в многосекундном диапазонах изменения статистически значимых изменений не прослеживались. Хотя, признаться, мы ожидали, что мы их там найдем. Забегая вперед, хотелось бы сказать, что регистрацию электрической активности мы производили на самом деле не только в области проекции зрительной коры О1О2, но и также в областях проекции фронтального кортекса, теменной области, височной областях. Эти данные нами сейчас трактуются, обрабатываются, но, тем не менее, получены уже первичные данные, в которых тенденция похожа, но в которых, как ни странно, медленные флюктуации свойств ритмов ЭЭГ также показывают статистически значимые отличия, в отличие от текущего примера. Относительно спектрограмм изменений диаметра зрачков. Мы увидели, что зрачки статистически значимо реагируют на переход изображений от изображения с одинаковой трактовкой к изображениям с двойственными характеристиками. Еще один важный показатель, наверное, ключевой показатель, который хотелось бы сказать, это корреляционные взаимоотношения. Выяснилось, что как в секундном, так и в многосекундном диапазоне и медленные флюктуации зрачков и сверхмедленные колебания потенциалов имеют выраженные средние, а также высокие показатели линейной корреляции. Что позволяет выдвигать гипотезу о том, что сверхмедленные процессы, в частности электрические процессы и периферические корреляты, принимают участие в обработке сенсорной информации, которая, в свою очередь, принимает участие в поддержании зрительного восприятия, стабильности зрительного восприятия. Выводы. Интересные исследования недавно показывают, что если проводить регистрацию функциональной магнитно-резонансной томографии, регистрацию болт-сигнала, то мы увидим, что колебания этого сигнала с высокой степенью линейной корреляции соотносятся с колебаниями сверхмедленных биопотенциалов, зарегистрированных синхронно у человека. Таким образом, мы можем говорить о том, что сверхмедленные колебания потенциалов, вероятно, принимают участие в настройке функциональной коннективности ансамбля нейронов при обработке сенсорной информации и, в частности, при поддержании определенного уровня зрительного внимания. Благодарю вас за внимание. Спасибо.